Так, я нахожусь рядом с кинотеатром Иллюзион. Наверняка сейчас будет аншлаг. Всем привет! Начну издалека. В комментариях под недавним первоапрельским видео объявился Маврикиус и написал такое, что поначалу мне померещилось даже, как бы это сказать, что он меня в гей-клуб зазывает. Мол, дискомфорт пониже спины и все такое. Но оказалось, что речь шла про презентацию той самой книги Леонид Васильевич Коновалова, в которой он все разоблачил и опроверг. Потом Маврикиус начал предсказывать будущее, или рассказывать о своих представлениях о будущем и заодно еще, скажем так, игриво угрожать. Мол, если не придешь, то зассал. Скриншоты реплик Маврикиуса я выложу отдельно. В принципе, по ним можно восстановить весь диалог. Если прям так хотите внимательно прочитать, что он там писал, ссылка на ветвь комментариев в описании под этим видео. Но я даже не надеюсь на то, что Ютуб ее правильно откроет и отобразит, потому что, ну, сами понимаете, инновации. Забегая вперед, скажу, что я-то пришел, а вот Маврикиус – нет. Ну, или он пришел, но вместо обещанной полемики предпочел где-то там за кадром тихо исчезнуть. Или же под псевдонимом Маврикиус на самом деле скрывается сам Маэстро. Это было бы логично, кстати. Потому что калякал я там в основном именно с Коноваловым. Как это ни странно. И вот пока действие сие только зарождалось, а затем еще и происходило, грамотное предсказание событий ближайшего будущего сделал еще и Томский бесноватый, тут же засчитав себе победу. И, как всегда, оказавшись в корне неправым. Ну, да ему не привыкать. Впрочем, возможно, предсказание просто ошиблось адресом и бесноватый на самом деле предрек малодушие Маврикиуса. Техническое замечание. Самое начало презентации, буквально секунд 15, может быть, или 20, не записалось, потому что я долго возился со штативом, в зал запустили практически без запаса времени, и я заходил одним из последних. Кулуарные, так сказать, беседы я тоже не записывал, в силу их малой значимости. И если кратко, то впечатление от данного мероприятия можно просуммировать известным кадром со смеющимся агентом Смитом. То есть какое-то смешанное такое ощущение, с одной стороны, злорадство в каком-то смысле, а с другой стороны, досада от зряшно потраченного времени. Если чуть более развернуто, то, конечно же, разумеется, маэстро ничего нового в этом вступлении не сказал, и было бы наивно ожидать от него каких-то откровений. На вопросы, даже на довольно беззубые вопросы от публики он толком так и не ответил. Ну, постарался что-то там, но как бы более многословно, чем конкретно. А на мои вопросы, как ни странно, мне удалось ему задать несколько вопросов, на мои он постарался не ответить как можно более многословно, практически на все вопросы, кроме одного. То есть все типовые приемы, какие успел, он на мне попытался использовать. И смена аргумента, и какое-то забалтывание, и там... Ну, в общем, ладно. Тот вопрос, на который он ответил, пожалуй, пока что останется интригой. Но она будет раскрыта по ходу сюжета. Кроме того, как мне показалось, среди публики были дети. По крайней мере, один несовершеннолетний. Я не смотрел там, сколько ему лет, не спрашивал, конечно. Показалось, что, может быть, лет 10. Ну, как-то так. Может быть, меньше даже. Возможно. Да. Дети, они, знаете, повзрослеют, сами решат. В общем, как я и предвидел, Леонид Васильевич одновременно очень слаб и невероятно могуч в полемике. То есть у него вот такая двойственность наблюдается. Он уходит от вопросов максимально уклончиво и в то же время выдает такой мощный поток влажного воздуха с вопросом практически никак не сцепленный и не отвечающий на заданный вопрос. То есть спрашиваешь его о цвете грунта, он начинает рассказывать про пленку. Вы будьте удивлены. А сейчас я зачитаю свои оставшиеся неиспользованными вопросы. У меня их целый список. Я же готовился к дискуссии. Ну, не пропадать же добру, правильно? Вы не поверите. Готовился, да. Может быть, Леонид Васильевич когда-нибудь доберется до этого видео и найдет в себе силы посмотреть хотя бы вот это вступление, послушать вопросы, понять их и ответить, оставаясь при этом как бы в конве повествования, не отклоняясь на какие-то посторонние темы и вопросы, а конкретно по существу отвечая на заданные ему вопросы. Они, может быть, не совсем серьезные в чем-то, но тем не менее это настоящие вопросы, такие, которые, ну, вот его паства, составляющая, так сказать, основной костяк, эти вопросы ему никогда не задаст. А если и задаст, то в максимально такой подхалимской форме. Ну и тут он меня все равно забанить не сможет, даже если очень захочет. Но, скорее всего, и до видео он не доберется, и вопросы не посмотрит, и тем более отвечать не станет. У меня уже давным-давно нет таких наивных надежд. Часть из этих вопросов обсуждалась, скажем так, кулуарно, не под запись, и ответы на них, конечно же, были в стиле Леонида Васильевича, то есть без ответов, без конкретики. Или, скажем так, не то чтобы без конкретики, но, во-первых, ничего нового я не услышал для себя, а, во-вторых, это же я спрашиваю, я и так знаю. А вот те, вот эти все, они же не спрашивают. И Леонид Васильевич им не рассказывает, и они так и остаются вот этой темной дремучей массой. К сожалению. Ведь с его потенциалом можно было бы стать неплохим популяризатором настоящей науки. Всерьез, а не вот этой вот... Ну ладно, к вопросам. Номер один, и это даже не столько вопрос, сколько просьба. Леонид Васильевич, вот я как бы к нему обращаюсь, расскажите, пожалуйста, собравшейся публике, там как бы вот, как будто там зал сзади, представьте, расскажите собравшейся публике о результатах ваших интересных опытов с фотографированием Луны на фоне звездного неба. Помнится, был у вас такой эксперимент, и его результаты довольно-таки неоднозначны. То есть, если звезды видны, то вместо Луны некая переэкспонированная, простите за простоту речи, блямба, по которой совершенно непонятно, что это такое. А если элементы лунной поверхности легко отождествимы, то уже звезды как бы не совсем видны. И как же это так выходит? Ведь всем собравшимся предельно ясно, что фотографирование звезд ночью при ясной погоде проблемой как-то уж точно не является, да? А если даже у вас это не получается, то сей факт требует объяснения. Но только, пожалуйста, постарайтесь обойтись без всей этой насовской зауми про экспозицию, фотографическую широту, длительность выдержки, необходимую для съемки столь слабых точечных источников, как звезды на пленку с низкой чувствительностью. Постарайтесь, короче, постарайтесь объяснить так, чтобы публике было понятно. Вопрос номер два. В ваших великолепных расследованиях вы подводите публику к мысли о том, что проклятые насовские аферисты вместо того, чтобы в роли астронавтов снимать собственно астронавтов, использовали неких карликов. И при этом у голливудских тупиц все равно не получилось сделать, скажем, люк правильного размера, чтобы через него мог пролезть хотя бы карлик. Очень интересно узнать, как так получилось, что профессиональные киношники оказались не способны изготовить подходящие под задачу декорации. Ведь если съемки идут в павильоне, то можно себя практически ничем не ограничивать. Особенно если учесть объем финансирования. И вместо вот такого мелкого люка можно было сделать целую, я не знаю, триумфальную арку. И вместо вот этой кособокой избушки на курьих ножках можно было сделать огромный красивый звездолет, как у Кубрика, собственно говоря. Мда. Ну, ладно, вопрос не в этом. Куда делись карлики после съемок? Их как-то утилизировали, чтобы они не проболтались? Что с ними сделали? Это были какие-то особенные карлики? Одинокие карлики? Без родственников, без знакомых, без соседей даже? Специально отобранные такие карлики-одиночки, чтобы их можно было... Да? Так, наверное? Проясните этот момент, пожалуйста. Приглашение на это мероприятие я получил от одного из ваших, наверное, самых горячих поклонников в полемическом угаре, написавшем мне буквально следующее. «Заметил, как присмирели америкосы в последнее время? Почти не помогают Украине, и того и гляди, ее сольют окончательно. Это потому, что есть рычаги давления, и угроза разоблачения лунной аферы один из таких рычагов». Конец цитаты. Во-первых, ну, если такой рычаг действительно есть, и он настолько опасен, то почему америкосы вообще решились помогать Украине? Непонятно. Во-вторых, тут главное то, что вы лично вместе с вашими коллегами прикладываете массу усилий для того, чтобы фактически лишить Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации, этого важного геополитического инструмента, ежели такой существует, конечно. То есть вы пытаетесь вырвать у него из рук этот рычаг. Ведь угрожать разоблачением в том случае, когда уже все разоблачено, это как бы бессмысленно, теряет силу воздействия. Во взаимодействии шантажиста и шантажируемого важна скрытность информации, вот этой ключевой. То есть шантажист использует ее для давления на шантажируемого, а шантажируемый хочет как-то от этого всего избавиться, откупиться, что-то такое, чтобы унять эту боль. И если эта информация выйдет наружу слишком рано, то шантажист потеряет рычаг влияния или давления, а шантажируемому уже просто нечего будет терять, и он может пойти на крайние меры. Леонид Васильевич, вы чего, к войне нас подталкиваете, что ли? По сути дела, вашу деятельность при должном служебном рвении можно приравнять, ну, скажем, к госизмене. Уж очень усердно вы срываете завесу секретности с секретного оружия. Опять же, если таковое существует. Если оно существует, то почему за вами до сих пор не пришли с обысками, например? Почему те же американцы не объявили против вас какие-то персональные санкции? Может ли быть так, что все ваши интересные теории это, ну, скажем так, ну, далеки от фактической точности? И именно поэтому за вами до сих пор не пришли? И вот этот вопрос я тоже пытался задать кулуарно. Леонид Васильевич на него, конечно же, не ответил. Он, похоже, даже не понял вообще о чем речь и начал какие-то пространные рассуждения про склейки, врезки там и прочее. То есть с его точки зрения это вообще не проблема, если запись шла на частоте 18 кадров в секунду, а воспроизводится на частоте 20 кадров в секунду. Погрешность, говорит, приемлемая. Так вот, собственно, вопрос. Какой камерой и на какой кадровой частоте шла киносъемка оригинальной записи Фила Полейшей, той самой кинокассеты, которую он когда-то заснял? И на какой конкретно кадровой частоте эта кассета потом переснималась в видеоформат? Дело в том, что это все не какие-то там лишние подробности, это ключевые моменты, важнейшие детали. И в этом вопросе до сих пор нет какой-либо определенности. То есть, да вы сами же что пишете, что мы же утверждаем, что скорость кинопленки во время перевода на видеокамеру была постоянной и не менялась. Она была в районе 19-20 кадров в секунду. Конец цитаты. Эту статью я на всякий случай сохранил в архиве, а то вдруг проклятые аферисты захотят ее исправить. Указание на то, что во время демонстрации других сцен с той знаменитой видеозаписи, движение людей происходит в нормальном темпе, скорость движения автомобилей нормальная, какой бы она там ни была, да, эти все отсылки и указания, они никак не могут служить доказательством того, что скорость съемки взлетающей ракеты была вполне определенной величины, а оставалась такой на постоянном уровне. Потому что, ну, вполне очевидно, что гуляющие люди и ездящие автомобили – это другая сцена, возможно, даже другая кассета. Там склейка есть, врезка. И совсем не факт, что эти кассеты снимались на одной и той же скорости, на одних и тех же параметрах камеры. Это во-первых. Во-вторых, если представить, что оригинальная съемка шла на стандартной для Супер-8 кадровой частоте 18 кадров в секунду, то к отметке времени 107 секунд, известного по исследованиям Попова и его коллега, камера отсняла 1926 кадров. Вот если 18 кадров в секунду, 107 секунд, то так и получается. Если же эту запись воспроизводить на кадровой частоте 19 кадров в секунду, то 107 секунд исходного материала превратятся в 101 секунду воспроизведенного материала. Это уже заметное расхождение. Может быть, не очень большое, но все равно его можно уловить. А если эту запись воспроизводить на частоте 20 кадров в секунду, тогда это будет уже 96,3 секунды в итоге. Было 107, стало 96. Такую разницу не заметить уже практически невозможно. Это нужно специально хотеть ее не заметить. А исходный промежуток времени в 162 секунды превратиться, соответственно, в 153,5 и 145,8 секунд экранного времени. Да? И эту разницу, ну, ну, совсем, ну, никак невозможно игнорировать. 162 секунды и 145 секунд. 146, если округлить. Это нельзя игнорировать, это нельзя не заметить, особенно если использовать, и даже хвастаться этим, если использовать измерения с разрешением в сотые доли секунды. Однако тот же Александр Иванович Попов, например, кивая на вас, между прочим, утверждает, что на записи Полейши все четко и по времени все совпадает с данными из некой таблицы НАСА. Вот он с ней сверяется и смотрит, о, здесь разделение ступеней. Четко на 162 секунде. Причем ту таблицу американцы даже и не думали исправить задним числом. Как же такое возможно? Неужели полвек тому назад этот самый Фил Полейша каким-то образом знал, что его, эта несчастная кинозапись, переведенная в видеоформат, некогда будет воспроизводиться на кадровой частоте 19-20 кадров в секунду, и он тогда заранее, предвидя это, каким-то образом перенастроил свою камеру под эти нестандартные значения так, чтобы в итоге все совпало? Это какая-то очень сложная система костылей, подпорок и растяжек, вам не кажется? А ведь одна только эта нестыковочка из довольно обширного набора нестыковочек, относящихся только к одному этому делу о пленке Филы Полейши, вот эта нестыковочка рушит и вашу экспертизу, и умозаключения Попова, основавшего на этом всем свою стройную теорию, но при этом поленившегося провести собственное исследование вопроса. Он так и не выяснил, какой камерой велась съемка, на какой кадровой частоте. Вот эти все детали, важные, оказались почему-то за кадром, как будто вот какая разница. Большая разница? Очень большая. Решающая. Как же так, Леонид Васильевич? Это ведь совершенно непростительная небрежность в столь важном деле. А теперь покажу, как зал выглядел во время выступления слегка погрустневшего маэстро. И замечу, что выкупленный заранее ряд билетов, который без труда обнаруживался на схеме зала, собственно, во время покупки билетов, в действительности оказался, ну, как бы это, не был занят. То есть там люди, конечно, сидели где-то, но весь ряд занят точно не был. Возможно, люди с этого ряда пересели на какие-то более выгодные места. Так бывает, конечно, да, не спорю. Но более вероятно, что они либо не пришли, либо даже и не собирались, и даже не подозревали, что там есть какие-то билеты. Вполне возможно, что этот ряд выкуплен, ну, не знаю, кем-то, кто пытался создать ажиотажный спрос, создав эту иллюзию того, что места разлетаются, как горячие пирожки. Ведь этот кто-то еще и кудесник, и финансовый аналитик, предсказатель курсов валют, котировок акций, и всего такого прочего. И наверняка он рассчитывал на пресловутые 60% нелетайцев. А тут вот что-то не срослось. В минус ушел. Наконец, замечу, что Леонид Васильевич некоторое время назад устроился в Госфильмофонд на какую-то непыльную работенку. Он хвастал этим в Дзене и во время этого выступления тоже упоминал. А кинотеатр «Иллюзион», в котором и случился сей шабаш, по странному стечению обстоятельств принадлежит Госфильмофонду. Ну, просто так совпало, не подумайте, что плохого. А теперь, собственно, сама презентация. Вы же наверняка заждались. И по ходу записи я сделаю там одну врезку для иллюстрации сказанного. Остальное все подается как есть, одним кадром, без склеек. Все как полагается. А звук, если временами невнятный, так это происки мировой закулисы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вначале я начинал писать на форумах, потом три года назад на Дзене завел канал «Кинооператор рассказывает», где стал подробно рассказывать о тех трюках, которые применяются в кино и, конечно, больше всего, о тех киноприемах, которыми пользовались в Соединенных Штатах Америки, чтобы создать иллюзию полета на Луну, ну и, в частности, другие космические достижения. Значит, по своей профессии я кинооператор. Я 30 лет проработал на операторском факультете в ГИКО. Снимал сериалы, игровые работы, документальные. Одна документальная работа режиссера Виктора Косаковского даже получила государственную премию. Но больше всего я, конечно, занимаюсь преподавательской деятельностью. Не только в ГИКО, вот сейчас уже больше 10 лет в московской школе кино, частная киношкола «Лестница». И даже, ну вот, там еще время от времени меня приглашают на разные мероприятия. В настоящий момент, вот, примерно полгода я уже работаю в ВОЗ-фильмофонде. По сути дела, я ведущий технолог, хотя сейчас моя должность называется заместитель директора производственного департамента. Вот. И поскольку я очень много лет занимаюсь пленками, киноматериалами, то я прекрасно вижу, каким образом были сняты те или другие кадры. Ну, поскольку речь, как вы понимаете, с названия книги поет о том, что американцы не были на Луне, то помимо тех, вот, киноприемов, вначале, наверное, следует обрисовать картину. Дело в том, чтобы полететь на Луну, должна быть изготовлена большая ракета. И вот мы знаем, что ракета-носитель называлась «Сатурн», «Сатурн-5», а наверху находился космический корабль «Аполлон». Три ступени «Сатурна» и вверху космический корабль «Аполлон». У него, как вы видите, пять двигателей. Это самые мощные в мире двигатели F-1. Ничего более мощного в мире просто не существует. Есть такой замечательный фильм «Ракета, пришедшая с холода». И вот один американский эксперт рассказывает. Вот смотрите. Российский, ну, то есть советский конструктор Николай Кузнецов сделал ракету для полета на Луну. Там было 30 двигателей. А нашей ракете всего лишь пять. Поэтому вот эта наша ракета, видите, по кругу расположены двигатели. Вот здесь для сравнения находится человек. Вы видите ее высоту. И масса этой ракеты в полном заправленном состоянии примерно две с половиной тысячи тонн. Ну, и чуть-чуть побольше у американской ракеты. И вот в этом фильме почему называется «Ракета, пришедшая с холода»? Когда они увидели конструкцию американцев, нашего двигателя, а это было уже в годы перестройки, Горбачок продал наши секреты, они просто схватились за голову и говорят, такого не может быть. У вас должен двигатель расплавиться. Как он все это выдерживает? Как вы это все смогли получить? Но, тем не менее, в фильме идет речь о том, что раз у вас 30 двигателей, а у нас 5, значит, получается, что каждый наш двигатель в 6 раз мощнее, чем самые мощные двигатели, которые существуют в нашей стране. Если мы посмотрим официальную, хочу подчеркнуть, официальную историю развития керосиновых двигателей, о двигателе, что на наших ракетах в те годы, что на американских, работали на паре керосин, жидкий кислород. И мы видим, что самые мощные двигатели, сейчас РД-191, вот, они имеют тягу примерно 200 тонн сил. А если ракета американская, которая имеет массу 6000 тонн и 5 двигателей, значит, каждый двигатель 3000 керем на 5 получается 600 тонн. То есть, каждый двигатель должен поднимать 600 тонн. Но это, чтобы ракета просто стояла, как бы, и вибрировала, а чтобы была тяга, и она поднималась с ускорением, американцы придумали, что у их двигателей тяга 690 тонн сил. И, как видите, современные двигатели, которые установлены, вот там, Уилона Маска, Ирн Мервин 1Д, у него тяга примерно 70 тонн сил. Поэтому, вот на этом графике вы видите, что только в 69 году, ну, чуть-чуть раньше, и закончилось где-то чуть позже 74 года, был всплеск, когда применялся этот двигатель. И он, конечно, как вы понимаете, выбивается из всех разумных графиков. Как вы наверняка догадываетесь, никакого, такого супермощного двигателя у американцев не было. И более того, они сейчас пошли точно по такому же пути, по которому в начале 70-х годы двигались мы, когда придумали ракету Н1, у которой было 30 двигателей. Например, если вы скажете, ну, если специалисты посмотрят, скажут, ну, как же, есть более мощный двигатель, РД-180, но там две камеры сгорания, 400 тонн тяга. Если вы 400 разделите на две камеры, опять получите примерно 200. Есть более мощный двигатель, РД-171, там 4 камеры сгорания, примерно 790 тонн. Если вы разделите на 4, опять получится примерно 200. То есть, как ни крути, ни верти, мы все время выходим на то, что самая мощная камера сгорания дает примерно 200 тонн сил. И вот, например, Falcon Heavy, современная американская ракета. В ней 27 двигателей. То есть, американцы поняли, что никакого супер-пупер-мощного двигателя быть не может, и пошли по тому пути, по которому мы двигались в начале 70-х годов. Создать ракету, в которой будет около 30 двигателей. В частности, сейчас Starship запускает Elon Musk, там 33 двигателя. Вот это все было как бы лишь предисловие. Уже такая картинка, я думаю, становится мемом, интернет-мемом. Когда спрашивают, а где же ваш супер-мощный двигатель? Они говорят, он в музее находится. Для такого мощного двигателя сейчас нет никакого применения. Он очень дорогой. А вот сейчас мы создаем с нуля новый двигатель. И уже потратили в 4 раза больше, чем на создание двигателя F1. И пока что еще не очень хорошо получается. Ну а теперь перейдем непосредственно к ракете. Как вы видите, она состоит из трех ступеней, и наверху находится космический корабль Аполлон. И вы знаете, что Аполлон 11 как бы долетел до Луны. На самом деле, я раскрою секрет, что работала в этой ракете только первая нижняя ступень. Вторая ступень была бутафорской. То есть на самом деле американская ракета, которая якобы полетела к Луне, не имела массы 3000 тонн. Она была довольно легкой. Вторая ступень вместо баков представляла собой муляж. Внутри находились вот такие вот катушки пустые. И вот вам сборка, когда на первую ступень ставят катушки, обтягивают их корпусом, то есть это фактически никаких баков внутри нету, там внутри только лишь пустота. Что очень интересно, вот сейчас я показал мыс Канавером, вот там справа вверху, откуда стартует ракета. И как вы видите, кругом болотистая местность, озера небольшие, и поэтому зрители собирались в основном вот здесь вот на этой площадке. И что интересно в этот момент, как вы понимаете, ракета при взлете направляется на восток. для чего это делается? Дело в том, что Земля вращается с запада на восток, и чтобы ракете придать дополнительную скорость за счет вращения Земли, все ракеты, как правило, направляются в восточном, или там зависит от наклона, в северо-восточном направлении. Вот эта карта показывает смысл Канавера. Видите, ракета официально стартует вот туда, в сторону востока. А теперь представьте, утро, половина десятого утра. Собрались зрители, и как вы понимаете, вот они могут смотреть, зрители, собравшись на этом полуострове, могут смотреть только со стороны океана никого нету. Только в какую сторону? На восток. А в этот момент утром рано, там что у нас? Солнце. Поэтому картинка зрителей выглядит следующим образом. В этот день была легкая облачность, когда стартовал Аполлон-11 в июле 1969 года, и все зрители смотрели на взлет вот таким вот образом, прикрывая ладонями. Они как будто кого-то приветствуют, но на самом деле ракета пролетала по подсчетам примерно в 15, может даже меньше, градусах уловых от диска Солнца. Поэтому все стояли, вот видите, вот так вот прикрывшись. И ракета, как вы наверняка догадываетесь, никуда не полетела. Поскольку у нее была бутафорская вторая ступень и третья, она поднялась на небольшую высоту и упала в Атлантический океан. И меня спрашивают, а почему же никто не видел? Да потому что солнце слепило. Но самое главное, на какую высоту она поднялась, оказывается, можно определить довольно легко. Вот я взял старт, видите, ракеты носителя Falcon 9. 9 означает, что 9 двигателей у этой ракеты. И посмотрите, вот на этой фотографии вы видите, что за ракетой тянется длинный слеп. Дело в том, что этот слеп, он называется инверсионным, ну так же его можно назвать и кондиционным, это тоже правильно, он возникает в тот момент, когда ракета пересекает тропопаузу. То есть на высоте примерно 8-12 километров или так 14, в зависимости от широты на севере ниже, на юге выше, есть так называемый инверсионный слой. Мы привыкли, что температура с повышением подъема горы понижается. Но есть небольшой участок атмосферы примерно толщиной 2-3 километра, где наблюдается инверсия. Вместо похолодания наступает потепление. И вот когда ракета пролетает этот двухкилометровый участок, за ней образуется длинный инверсионный след. И он, как правило, видите, прямой. А знаете, как выглядел инверсионный след за ракетой? Аполлон. Он выглядел дугой. То есть ракета долетала до этой высоты и закиналась вниз. Мы проанализировали на форумах очень большое количество стартов этой ракеты, потому что было такое историческое событие. Первый полет на Луну. Было невероятное количество фотографов, кинооператоров, снималось различными камерами и различную оптику, широкоугольными объективами, телеобъективами и даже кинотеодолитами. Кинотеодолиты это такие устройства, на которых помимо объектива еще установлены деления, на какую высоту угловые значения поднимается ракета, как она движется. И вот сейчас я вам покажу то, как в ускоренном виде двигалась ракета. Итак, запускаем видеофрагмент. Это ускоренный старт Аполлона 11. 16 июля 69 года. Вот она взлетает, поскольку в этот день была легкая облачность, на высоте примерно 7 километров ракета протыкает этот слой тонких перистых облаков и на облака отбрасывается тень. То есть можно сказать, что вот сейчас, когда появится тень на облаках, ракета достигла высоты примерно 6, то есть 7-8 километров. Вот смотрите, подходит к облакам и тогда тень. То есть вот ракета преодолела 7 километров, дальше поднимается на высоту примерно 13-14 километров, входит терпопаузу и образуется инверсионный след. И как вы догадываетесь, ракета из вертикального полета переходит в параболу и начинает опускаться вниз. И вот что видели зрители, вот вы сейчас видите, ракета летит, видно вам? Вот. И вот дело в том, что потом первая ступень отработала и никто ничего больше не увидел, потому что про вторую ступень официальная версия такова. На второй ступени было такое горючее, которое было невидимым и горело невидимым пламенем, поэтому вы ничего с земли не видите. Первую ступень видели, а дальше ничего не видите. Поэтому со стартом очень много загадок, но еще больше совершенно необъяснимых загадок начинается, когда мы видим кадры пребывания на Луне. Вот, например, самые знаменитые кадры. Армстронг спускается по лесенке. Кадры были настолько мутные, что пришлось поставить титры «Армстронг на Луне». Армстронг он мут. Это то, что вы видите сейчас, это уже компьютерная доработка. Это фирма Лоури Титчта в 2009 году, взяв за работу 230 тысяч долларов, дорисовало то, что вы не видели в этом репортаже. И вот так выглядит сейчас. Современная компьютерная обработка, и американцы говорят, мы не придумали ни одного кадра, просто мы вытянули как бы из видеозаписи, из телевизионной записи вот те кадры, которые здесь были. Ничего добавочного нету. И теперь, когда они подрисовали, стала видна следующая очень забавная вещь. По официальной версии, расстояние между ступеньками 9 дюймов. Две ступеньки, два пролета, это 45,5 сантиметров. И зная пролеты между этими ступеньками, нетрудно посчитать высоту вот этого лунного Армстронга. Ну и как вы думаете, какая она примерно получается, если вот видите вот этот участок примерно 45 сантиметров, две ступеньки. Знаете, какой? 140 сантиметров. То есть, если я возьму реального Армстронга, ну это понимаете, что он нигде в космосе не был, это голливудский актер, специально выбранный типажно, он был довольно высокий. Вот наши отечественные космонавты, вот сейчас здесь Алексей Леонов, видите, да, который вышел первым в открытый космос, они были ростом наших космонавтов. Примерно вот как я, метр шестьдесят два, метр шестьдесят пять. Американцы подбирали космонавтов. Метр семьдесят восемь, метр восемьдесят, метр восемьдесят три. Почему мы так поступаем? Почему у нас космонавты не выше, чем метр семьдесят в начале были? Да потому что к спускаемой капсуле в этом шарике, который спускается, возвращается на землю с орбиты, очень тесно. Поэтому подбирали актеров не очень высокого роста. Так вот, если мы посмотрим реальный рост метр восемьдесят плюс шлем наверху, плюс галоши, то получается, что лунный астронавт должен иметь рост метр девяносто пять. Вот здесь, на этом снимке, я совместил черно-белый, вы наверняка видите, перекладинки ступеней, перекладинки ступеней, с лунного снимка и с земного. Подобрал момент, когда астронавт спускается так, чтобы шлем лунного астронавта находился на уровне шлема земного астронавта. И вы видите, что пятка, лунного астронавта находится на уровне колена. То есть актер, который играл лунного Аркстронга, был на высоту от колена до ноги ниже. У нас получается примерно 40-45 сантиметров. И более того, если вы сейчас в Яндексе наберете запрос рост Аркстронга на Луне, то у вас появится вот такой текст, что рост лунного астронавта примерно 140 сантиметров. Как? Шокирует вас такая информация? Дальше будет еще более удивительные вещи. Я думаю, что вы смотрели фильмы типа как «Лорков Зарис», «Властелин колец», и знаете, что для того, чтобы одни актеры были более высоким по отношению к другим, одних и тех же актеров играли разные персонажи. Надевали маски и исполняли роль тех или иных персонажей. Поэтому использование людей низкого роста в кинофильмах это не столь редкое явление. Вот сейчас астронавты, которые на этой фотографии, вы видите, что они ниже реального какого-то обслуживающего персонала. Более того, понимаете, когда начинается съемка, вот мы любой голливудский фильм, как он тщательно не снимался, сколько бы денег не было уплачено, мы иногда замечаем киноляпу. То рука не так, то пиджак не так, то галстук поменялся, то там аквариум иначе стоит. Поэтому, чтобы не было киноляпов, понимаете, а съемка должна быть очень ответственная, никаких астронавтов в кадре вообще не было. Там не было живых людей. На всех фотографиях стоят неподвижные, низкорослые манекены весом или массой примерно 22 килограмма. То есть это перед вами манекен и на самых знаменитых кадрах, самых знаменитых кадрах на луне тоже стоят манекены. Поэтому все манекены стоят примерно вот так вот. вытянув руки, когда вы смотрите видео, видео всегда очень мутное, и там бегают низкорослые актеры. И они, по заданию режиссера, все время косолапят. Для чего? Они бегают и ногами швыряют песок. И чтобы песок сыпался медленнее, как бы на луне, для этого придумали простой, ну, самый простой способ, доступный любому кинолюбителю. Из формул притяжения на луне и на земле известно, что гравитация, ну, ускорение свободного падения на луне в шесть раз меньше. Поэтому, чтобы сымитировать то, как падает песок, как он сыпется с ног, как падают предметы, для этого нужно изменить скорость корень квадратной из шести. То есть 2,46 или округлив в два с половиной раза. Поэтому американцы просили актеров бегать два с половиной раза быстрее, а потом замедляли и получалось, что они как бы медленно, медленно бегают и песок сыпется. Это на видео, где очень мутное и плохое качество. А на фотографиях, где должно быть качество очень хорошее, не должно быть киноляпов, там стоят манекены. Если вы внимательно приглядитесь и увидите, что это ничто иное, как манекены. наверняка вы знаете, что многие наши космонавты, даже не многие, а некоторые космонавты говорят, мы верим, что американцы были на Луне и об этом сообщают. Вот, например, я приведу такое высказывание. Георгий Гречко говорит, когда мы принимали сигналы с Луны, мы их принимали с Луны, а не из Голливуда. А почему это слухи? То есть есть такая версия, что наши космонавты подтверждают, что американцы были на Луне. Ну вот, я разобрался во всех форматах записи, как происходила запись, на какой камере, поскольку я кинооператор, то хочу, не вдаваясь в эти подробности, сначала остановиться вот на каких моментах. Надеюсь, вы все понимаете, что сейчас, когда у нас солнце зашло, в Америке сейчас наступает утро. И точно так же, если в Америке вечер и с точки зрения территории США мы видим Луну, то наш радиотелескоп, который установлен в Крыму, он был специально как бы сделан для того, чтобы мы управляли нашими луноходами, вот он в Крыму находится, никак не может принимать сигналы в этот момент с Луны, потому что Луна находится, понимаете, да, за линией горизонта. Поэтому разговоры о том, что мы принимали прямой эфир прямо с Луны, они лишены вообще всяческого смысла. вот покажу картинку, та территория, над которой была видна Луна в тот момент, когда начался прямой эфир на Америку, а эфир подбирали специально, таким образом, чтобы у нас зрители Америки пришли после рабочего дня, где-то 19 часов, 20 часов, ну там 4-часовых пояса в Америке, еще там подальше еще острова есть, 5-часовых поясов, и вот чтобы с 19 до 20 часов все зрители Америки могли посмотреть этот репортаж. Поэтому мог принимать сигналы только радиотелескоп в Австралии, и, как вы видите, вот там в Северной Америке. Нашего радиотелескопа в Тихом океане нигде не было, поэтому в принципе не могли принимать никаких сигналов в момент прямого эфира с Луны. Однозначно на эту тему выставился Борис Черток. Это один из главных соратников Сергея Павловича Королева, и он в своей книге «Ракеты и люди» прямо написал репортаж репортаж с Луны передавался по каналу Евровидения к нам из Америки. То есть это был канал Нью-Йорк, Лондон и к нам вот в Москву. Поэтому никакого прямого эфира мы в нашей стране принимать не могли. Более того, даже если мы могли бы что-то принять у нас Луна появилась над горизонтом через три часа, когда закончился прямой эфир. Как вы понимаете, вот наша страна большая, много часовых поясов, и поздравление президента сначала под 1 января идет на Дальний Восток, потом на Урал, потом доходит до нас. И каждый раз повторяют это выступление. Вот американцы специально для нас, когда Луна оказалась на территории Советского Союза, не повторяли прямой эфир. Они все это делали для американцев. Более того, формат записи был нестандартный. Вы понимаете, что невозможно с гигантского расстояния 400 тысяч километров передавать телевизионный сигнал. Поэтому была придумана идея. Вот мы не можем в американском телевидении 60 полукадров в секунду, 60 полей. Это формат NTSC. То есть мы не можем передавать 60 кадров в секунду. Поэтому давайте будем передавать 10 кадров. И размер кадра был нестандартный. Поэтому даже если мы приняли бы сам радиосигнал, мы бы не смогли расшифровать. Потому что у американцев для расшифровки нестандартного сигнала был придуман специальный скан-конвертер, который 10 кадров размножал 6 раз и получалось 6 одинаковых кадриков, понятно, да? Чтобы передавать потом в телесеть. То есть по их технологии нестандартное изображение проецировалось на маленький экранчик размером с лист А4, а этот экранчик переснимала уже стандартная камера и с помощью скан-конвертера размножались эти кадры. Вот такого скан-конвертера у нас даже не было придумано и даже не ставился такой вопрос. Поэтому даже если бы мы сигналы с Луны приняли бы, мы бы все равно не смогли их посмотреть. Вот вы иногда сталкиваетесь даже сейчас на компьютере в какой-нибудь формат веб-в, и вы его не можете открыть каким-то привычным вам просмотрщиком. А тут совершенно нестандартный телевизионный сигнал. Более того, на самом деле, конечно, никакого прямого репортара с Луны не было, а все эти репортажи снимались очень интересным образом. Вот, например, остановлюсь на таком кадре. По идее, лунный модуль, который сел на поверхность Луны и зарасходовал топливо, которое находится в нижней посадочной платформе, и теперь эту пустую платформу нам незачем возвращать назад. Она остается на Луне. А верхняя часть взлетает. И вот, смотрите, художник НАСА изобразил такой взлет, летят брызги в начале вот эта часть к верхней части прикреплена, соединена там электрические кабели, чтобы было общее управление. Поэтому вначале раздается взрыв пиропатрона, рвутся все эти провода, и вот эта верхняя взлетная часть взмывает вверх. И вот видите, на землю сыпятся обрывки теплоизоляции, майлар, там еще провода, летят ошметки и сыпятся на поверхности. А когда вы посмотрите видео, которое показало НАСА, официальное, все брызги, все ошметки летят исключительно куда? Вверх. это снимается видеокамера с расстояния 150 метров на наезде зума трансфокатора. Цветные пятна, потому что там кадры снимаются последовательно через синий, через зеленый, красный фильтр, поэтому получается вместо белых ошметков вот такие вот цветные. Но что самое интересное, камера потом отъезжает, показывает общий план, и ни один из кусочков не упал назад. Я просмотрел вот видео взлета, вы сразу скажете, а почему же нет факела, горящих газов под этим взлетным модулем, взлетной частью? Они говорят, понимаете, это у нас невидимое топливо горит невидимым светом. Поэтому вот так вот взлетает. Я проследил, видите, в кружочке полет одной там частицы заметной, и вы видите, она улетает дальше-дальше в космос, и никогда не возвращается на поверхность. Вы наверняка уже догадались, каким образом был снят такой кадр. Что на самом деле, догадываетесь, да? Американцы пытались, вначале, вот я покажу фильмы, там 50-60-х годов американские, вот у них ракета-план, видите как, газовая горелка, американцы попытались тоже сделать макет с газовой горелкой, но было понятно, что это игрушка, поэтому они посмотрели, сказали, давайте мы придумаем, что у нас невидимые тополи, выгорели невидимым светом. И сняли. Поэтому вот эти кадры, которые, вот, в космических фильмах про ракетопланы, с газовыми горелками, ну, так и остались голливудской работой. на самом деле, на самом деле, взлет лунного модуля снимался перевернутой камерой. То есть, макет был прикреплен под потолком, и верхняя часть просто-напросто, что, падала вниз. Поэтому вот эти все ошметки, все эти куски летят вниз. И поскольку на Луне слабое притяжение, и, как бы, модуль, он не может моментально, как на Земле, раз, и полететь. Поэтому, чтобы замедлить его падение, была использована высокоскоростная камера. И я подробно описываю, что это за камера. Это камера вот, Меликен, Меликен, сейчас вы ее увидите. И если вы приглядитесь, то увидите, по параболе многие, вот видите, вот там линия, летят вниз. То есть, на самом деле, взлет с Луны был снят следующим образом. Сейчас мы запустим. Вот это камер, сейчас, секундочку. Сейчас. Это вот камера, Меликен, которая на 200 кадров в секунду снимала. И вот, что получилось в результате. Красота примерно павильона была 20 метров, поэтому он не смог далеко улететь, ну и он как на, знаете, как на тарзанке или как на резиновых бэтбэнт-джампинг, в итоге полетел туда, в ту сторону. Видите, даже стал приближаться, почему-то, не знаю. Окей, что ли, знаете. Поэтому разгадать этот секрет было несложно. Для меня это элементарно просто, но люди, которые как бы не четко представляют, как происходит съемка комбинерных кадров, не сразу догадались, как это было снято. На самом деле это была камера Меликен, 200 кадров в секунду снимала, и поэтому получилось, что ускорение свободного падения не как на земле 9,8, а чуть больше, 1 метр в секунду. кроме того, есть еще такой правиль кинематографиста, если масштаб картинки или там падает поиск в виде игрушки, если этот масштаб там, допустим, 8 раз меньше, то скорость нужно увеличить, чтобы не было ощущения, что падает игрушка. Корень квадратный из 8. Вот так вот. Американцы говорят, вот у нас была вот такая вот камера. Посмотрите, посмотрите там на запись нажмите. Нажмите там кнопочку ищите. Да, хорошо. И американцы говорят, вот у нас была создана специальная лунная телекамера. Я посмотрел характеристики этой камеры, как она устроена, и пришел к выводу, что это обыкновенный муляж. Ничего подобного у американцев работающего не было. Ну, что сразу наводит на какие-то странные мысли. Например, написано, что камера может работать вот в таком температурном диапазоне. Если в комнате плюс 30, то она не может работать больше, чем один час. И после работы в течение одного часа ее нужно в прохладное место, чтобы она остыла. А на Луне, как вы знаете, поверхность, обращенная к Солнцу, нагревается до плюс 120 градусов. Поэтому уже этот один параметр официальных данных вот этой камеры говорит о том, что эта камера вообще в принципе не была не приспособлена для съемок в условиях вакуума. Вот когда Алексей Леонов выходил в открытый космос, съемка производилась 16-миллиметровой кинокамерой на цветную пленку обращаемую. И камера была закрыта специальной оболочкой. А здесь просто взяли и говорят, ну вот мы сделали такую камеру. На самом деле никакой специальной лунной видеокамеры, телекамеры не было. А было что? Дело в том, что размер кадра, размер кадра на 16-миллиметровой пленки примерно 1 сантиметр. И размер видеокона, ну или как мы бы сейчас сказали, размер матрицы на этой видеокамере тоже 1 сантиметр по ширине. Поэтому получается, что они пишут мы поставили объектив там Анжинье, да, действительно, но только снимали не видеокамеры, а кинокамеры. Чем отличается принципиально видеокамера от кинокамеры? На кинокамере можно установить любую частоту. Даже у любого кинолюбителя есть возможность снимать на скорости 8 кадров, 12, там 24, 48 и так далее. А на профессиональных камерах можно установить вот, видите, хай-спид камера 200 кадров в секунду, 250. А на телекамеры, вы все знаете, телекамеры снимают на стандартной частоте, чтобы согласовать с частотой развертки электрического тока, с частотой переменного тока, 50 Гц в нашей стране или 60 Гц в Америке. Поэтому там скорость неизменна. Поэтому мой вывод простой. Никаких специальных лунных камер не было. Были только исключительно 16-миллиметровые кинокамеры, а чтобы изображение было похоже на телевизионное, это изображение с кинокамеры на кинопроекторе, проектировалось на экран, а потом видеокамеры, телекамеры переснималось, чтобы осталась строчная развертка, как на телевизоре. Это вот так поступали американцы, выдавая съемку на кинопленку за видеорепортажем. Вот, хочу показать вам следующий момент очень интересный. Когда вы начнете вникать в то, как производились съемки, вы будете удивлены, насколько все это примитивно. Вот, хочу показать вам небольшое интервью оператора комбинированных съемок Селда Якубовича. Он делал комбинированные кадры больше, чем к 80 фильмам Мосфильма, среди которых экипаж, золотой фургон, тот самый Мюнхгаузен, там, приятная рука, когда, помните, рука летает. Помните, да? Это вот Селда Якубович делал такие компьютерные кадры. И когда я показал ему это видео, он, сейчас вы услышите, что рассказал. Специально для англоязычной аудитории меня попросили этот ролик перевести на английский язык, поэтому здесь внизу будут английские субтитры. Вот. Давайте посмотрим. субтитры субтитры с применением фронт-праверцы, с применением радиоуправляемого макета, который имитирует движение робера на грудной подъемности. Что вызывает сомнение? В офисе намотаются камеры на робере. Это видно. И в то же время никакой реакции у человека, сидящего на робере нет. Он работает так, как у него связана, прикреплена кисть руки и локоть к туловищу, в котором камера движется и абсолютно не движется рукой. Движется блокнот, хотя не очень больно, очень больно, можно двигаться. Но тем он движется на руках. Это называется блокнот. Кроме того, есть участки, где очень хорошо считаются разницы между насыпным блокнотом и блокнот, находящимся на заднем плане. Они и по цвету, и по свету, и по фактуре отличаются от другое. Эти же сомнения вызывались, когда мы смотрели фильм Кубрика 2001 космической одессы. Там тоже была разница между передним и задним длинном. Там тоже было некоторое несовременствие. Скорее всего, эти кадры снимались здесь, на земле, в условиях земного протяжения. Изменение скорости съемки хорошо передается в условия работа на дне. Ну вот, профессиональный оператор комбинированных съемок считает, что вот то, что мы видели, это обыкновенная кукла высотой примерно 30 сантиметров сидит на игрушечной модели. И чтобы было ощущение, что это как бы снято на Луне, медленное падение песка, все снималось на завышенной скорости. Здесь вот хорошо видно граница. То есть на самом деле просто замедляли там почти в три раза. А если посмотреть, как это было в реальности, то это выглядит примерно вот так вот. Специально трясут камеру. Видите, камера болтается. Дело в том, что, понимаете, по идее, как бы один астронавт ездит на ровере, а второй в тяжелом шлеме, в тяжелом скафандре снимает. И у него камера прикреплена на груди. И поэтому такие вот в тяжелом скафандре качаться вот так вот и снимать, ну это просто невозможно. Поэтому операторы комбинировых съемок, чтобы создать иллюзию, чтобы никто не догадался, что это кукла, специально трясли камеру, били ребром. Обычно, знаете, штатив поставят, а потом ребром по ножке ладонью бац, 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 чтоб камера дрын-дрын, дрын-дрын, вот так дергалась. Вот. И если вы приглядитесь, то хорошо видна граница. То есть впереди это насыпной грунт в павильоне, а сзади находится фон задник, рисованный задник. Вот. И, конечно же, вот этот макетик, маленький, лунный модуль, это, конечно, в масштабе примерно один к десяти сделано. Почему делаются масштабы один к десяти? Дело в том, что этот вот рабочий момент из фильма про Джеймса Бонда «Золотой глаз», дело в том, что сделать гигантский павильон и осветить его как бы одним источником света, как бы солнцем, невозможно. Поэтому технология довольно простая. Давайте мы сделаем маленькие макетики и мощным прожектором высветим всю эту сцену. Поэтому сложно было снимать большие павильоны, большие пространства, поэтому американцы прибегали к очень простому способу. Это съемка макетов, кукол, манекенов в уменьшенных размерах. Вот, например, сейчас я покажу вам. Это как бы Аполлон-17, последняя экспедиция, они как бы шесть раз были на Луне. Вот, и, не знаю, ощущаете вы, что это обыкновенная игрушка? У них на сределунных снимках примерно две тысячи фотографий, где стоят куклы и манекены. Примерно две тысячи фотографий. Вот, поэтому эти куклы были примерно вот такого размера, или даже иногда чуть-чуть меньше. Может быть, это и есть те самые настоящие астронавты, которые в кадре. Вот это те же самые куколки. Вот. Если вы посмотрите, например, как астронавты в реальности двигаются по Луне, то вы увидите, вот, например, миссия Аполлон-17. Они специально косолапят, чтобы больше всего разбрасывать песок. Вот, у него как бы там тяжелейший ранец жизнеобеспечения за спиной. Но мы видим, что никакой инерции, ну, кто носит тяжелый рюкзак, знает, что если вы побежите и начнете поворачивать, вас занесет. А тут носятся, бегают, там сзади была пустая картонная коробка. А вот этот фотоаппарат с длиннофокусным объективом, ну, видно, что это из пенопласта сделан. Чтобы показать ощущение, что он на Луне слабо весит, его сделали из пенопласта. Поэтому он легко, легко, видите, вот так вот болтается. Вот сейчас астронавты пытаются надеть крышечку. Порой астронавты забывали, что у них по легенде за плечами очень тяжелый ранец жизнеобеспечения. Он весит две трети от веса всего астронавта. Вот представьте, да, что если вы на спину в какой-то водрузиле вот такой вот тяжелый рюкзак, который весит две трети вас. Понимаете, там, допустим, 60 килограммов. Как вы стояли? Вы стояли вот так сильно наклонившись. А не забывали об этом и бегали вот так вот прямо просто как бы по Луне. Ничего интересного в этом не было. Вот. Но что интересно, нужно легко разгадать и кадр, как они выходили в открытый космос. Вот это как бы астронавт висит в невесомости в Аполлоне 16. Ну, боже мой, ну это прием 1930 года. Повернули камеру на 90 градусов. На самом деле около цилиндра на тросе висит человек, он ногами актер, не касается этого цилиндра, его просто поднимают вверх, а получается, что как будто не касаясь корпуса вот этого Аполлона движется, вот видно вот так вот, одна от них рука движется вдоль корпуса. Ну, банальный, простой прием. все эти там я подробно в своей книжке расписываю, показываю, почему, от чего, где камера стояла, как это все было снято. Дело в том, что в реальности, в открытый космос американцы смогли выйти только через 18 лет после Алексея Леонова на шахмах. Алексей Леонов уже в марте 65-го года американцы говорят, а мы тоже возьмем и выйдем. мы никому не скажем в НАСА, а сами ночью тренировались, тренировались и не говоря никому, взяли и вышли. Просто открыли люк, вот, капсулы джемини и разрядка, как снимался выход в невесомость. На фоне киноэкрана была установка вот этой джемини. Рядом был повешен астронавт, если вы возьмете вот левый кадр, это официальная версия НАСА, вот он висит так, а на самом деле просто камеру съемочную повернули на 90 градусов, и вы видите, что астронавт по-прежнему висит в посе мощника окон. И вот на заднем плане вращали изображение, экран, на котором проецировались движущиеся облака. Если вы возьмете мою книжку и посмотрите, я очень подробно, там страниц 30, наверное, посвятил первому выходу американца Эду Хуайта в открытый космос. Например, есть такой момент, где вы думаете, невесомость, смотрите, перчатка вылетает из люка вот отсюда, откуда-то, вылетает перчатка, ударяется вот там на шланг и отлетает туда, в сторону, за экран. Я говорю, друзья, посмотрите, но ведь видно, что это обыкновенный прием, который могут сделать любые кинолюбители. Это обратная съемка. То есть перчатку бросали сверху, она ударялась вот о шланг, чтобы не двигаться с сильным ускорением, крутилась и влетала вот сюда. И если вы приглядитесь к этому видео, ролику, он длится 9 минут, то увидите 5 киноляпов в этом ролике, который доказывает о том, что ролик проецируется задом наперед. Ну, например, там астронавт держит в руках фотоаппарат, потом отпускает и аппарат раз, ну, он привязан, он опускается и падает. А в официальном ролике НАСА происходит вот так. Аппарат сам раз, аппарат сам раз и влетает в руку. Раз, вот так, и влетел в руку. И вот таких моментов, по которым видно, что это снято обратным ходом, я насчитал 5 штук в этом одном ролике. То есть это обыкновенная съемка в павильоне, на киноэкране, ничего хитрого в этом нету. Вот. Но 18 лет американцы дурят нас тем, что они выходили в открытый космос. На самом деле они снимали все в павильоне. И только когда появилась система у них шаттлов, вот только тогда, в 83-м году, через 18 лет после Алексея Леонова, они смогли выйти реально в открытый космос. и я хочу сказать, что отставание у американцев было гигантским. Вот все пропагандисты американские и наши каналы, ну, понятно, купленные, проплаченные там сидят на грантах американских, говорят, мы шли, советские американцы, ноздря в ноздрю, нога в ногу. На самом деле не так. Вот возьмем, сегодня отмечается день космонавтики, полет Юрия Гагарина. Юрий Гагарин облетел вокруг Земли, его полет длился, вы знаете, там полтора часа примерно, 108 минут, и если мы раскрутим земной шар, то траектория будет выглядеть вот видите, там старт, пролетает, видите, там над Америкой, над океаном, над Африкой включается тормозной двигатель и опять на территории нашей страны приземляется. А вот на этой карте эта траектория обозначена красным цветом, а полет первого американца обозначен каким цветом? Синим. Найдите, где он. Нашли? Вот там в части, видите, да? Наверху, вот где полуостров. То есть ракета американская взлетела, поднялась вверх вертикально, а потом упала в океан. И американцы стали говорить, мы догнали Советский Союз. Как они могли догнать? Вот наша ракета слева, видите, да? ракет-носитель Восток. А это их баллистическая ракета Рэдстоун. Видите, у нее мощности даже не было, чтобы набрать первую космическую скорость и выйти на орбиту. Поэтому максимальная скорость, вы знаете, 7,9, ну, почти 8 километров в секунду, чтобы выйти на орбиту и кружиться вокруг Земли. Они еле-еле 2 километра в секунду с такой скоростью на орбиту не выходят. Поэтому ракета взлетела и поднялась до линии Кармана пересекла где-то там 60-190 километров и упала вниз прыжок в океан. И они говорят, мы достигли, догнали Советский Союз. И когда показывают, как они сидят в этой маленькой капсуле, то обычно рисуют так, как слева. Но поскольку капсула стоит наверху, то они лежат, видите, вот так вниз головой, и первые астронавты прочтут, четыре с половиной часа лежал вверх ногами, вниз головой. Что будет, если вы пролежите четыре с половиной часа, а потом начнете стартовать? Представляете? Поэтому, на мой взгляд, даже первого полета американца не было. Хотя американцы сделали фильм «Человек, который опоздал на 23 дня». Как бы на 23 дня они отстали. Юрия Гагарина. Ну, если вы посмотрите, вот он здесь лежит, астронавт. А как он отсюда выбрался? Он говорит, а он через верх, через верхний люк, там, где парашют был. Вот он там выбрался. Вот, видите? То есть, это герметично закрыто, нужно как-то это все открыть. Должны помогать водолазы, спасатели, чтобы этот люк разгерметизировать, чтобы вытащить. А перед ним панель. Как он мог пролезть в этот верх, понимаете, да? То есть, вот здесь вот перед лицом у него находится панель, и он должен как-то, находясь ногами вверх, пролезть туда наверх, и даже не представляю, как. В этом американцы просто писали, он вылез через верхнее отверстие, вот через это отверстие. Вот. Вот. Он должен, этот пункт, который перед ним, значит, так перископ, и вот в это отверстие он должен пролезть. Я не знаю, там только змея может пролезть. Поэтому всем мои выводы, когда я внимательно познакомился с, в их первых полетах американца Алана Шепарда, то я пришел к выводу, что это все альтернативный полет. Никто не летал, капсула взлетела, одна пустая, весь человек, и никого там внутри не было. Но что самое интересное, подводя итог, как бы, поскольку у нас времени один час выделен на разговор и 20 минут на вопросы. Я могу сказать, что ничего не изменилось за последние 125 лет. Как была 125 лет назад принята государственная идеология лжи в США, так же продолжается. Это вот кадры посадки марсохода, ну, в данном случае Персеверенс. Вот. Он опускается, и последний момент называется небесный кран. Но это такая хитрая посадка. Жульвер даже такой не придумал бы. То есть кран зависает, то есть видит вот эта посадочная платформа. Снизу под соплом, снизу под соплом вот видимо, да, висит марсоход. Вот это горящие газы прямо бьют в него. Он зависает на высоте где-то 20 метров, опускает тросы, тросы перерезаются, и потом вот эта верхняя площадка улетает, а марсоход остается. Это настолько невероятная система, и они говорят, вот мы сделали такое. Я вообще абсолютно в это не верю. Это вообще даже какое-то не инженерное решение, а просто голливудское. И вот, когда они показывают, как тросы обрезаются, то верхняя взлетная платформа, если тонна висела и вдруг освободилась, она должна резко рвануть. А ничего подобного не происходит. Это просто опять бутафорские съемки. Вот. И тем не менее, если вы зайдете и найдете официальное видео НАСА, посадка десант ведь на Марс, вот, который, видите, посмотрела множество людей, эти 30-60, 362 тысячи комментариев, это персеверность, 2021 год, и они говорят, мы с Марса передаем фулл-эчки прямой эфир. Я смотрю на эти кадры и думаю, боже мой, я их видел уже до февраля, месяца за два до февраля я уже видел эти кадры. И действительно, это были кадры мультипликации, вот они просто развернули их на 135 градусов и покрасили в другой цвет. Это вот кадр один, то, что вы видели, кадр из официального репортажа прямого эфира с Марса, а это мультипликация, которая была показана за месяц до старта, когда показывали, как бы, как марсоход должен опуститься на Марс. Те же самые горы, те же самые кратеры, все один к одному. То есть, сейчас США воспользовались новой технологией искусственного интеллекта, 3D-графика очень высокого качества, и вместо реального Марса показывают просто 3D-графику. Вот это мое глубокое убеждение. И если мы посмотрим на вехи космических достижений, то увидим, что первый спутник, первый животный в космосе, первый второй к обратной стороне, первый человек в космосе, первый женщина, первый выход в открытый космос. Все это достижения нашей страны. Дальше. Первая посадка аппарата на Луну, первый аппарат на Венере, первая космическая станция Салют-1, первая посадка на Марсе. А что американцы, где они опередили нас? Да вон только в Голливуде сняли первого человека якобы на Луне. И поэтому американцы говорят, мы победители космической гонки. На самом деле американцы намного-много лет отстали от нас. Вот только сейчас, буквально два года назад, они отработали технологию безопасного входа в атмосферу со второй космической скорости. Дело в том, что с Луны возвращаются на скорость 11 км в секунду, и если войти в атмосферу, то, скорее всего, корабль сгорит. Поэтому мы придумали, в 68-69 году осуществили вход двухмерковый. Сначала аппарат входит, верхний слое атмосферы тормозится, выходит, и во время второго входа уже скорость сброшена до 7,5 км в секунду, и так называемый двухмерковый вход позволяет удлинить трассу входа и безопасно посадить, вернуть людей на Землю. Американцы такой способ вот только сейчас, два года назад, смогли повторить. То есть в этой области безопасного входа со второй космической скорости в атмосферу они отстали от нас на 53 года. Поэтому никакого опережения американцев у нас не было и нет. Единственное, в чем они опередили, это технология производства голливудских игровых кинофильмов. Ну вот, друзья, на этом я заканчиваю. Вот, поскольку у нас остается мало времени, если есть вопросы, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Да, пожалуйста. у меня тут целый список вопросов. Спасибо. У меня целый список вопросов, но так как времени мало, придется выбирать, наверное. Придется выбирать из списка. Прежде всего хочу поздравить с Днём космонавтики, как бы мы об этом забыли сказать, на всякий случай, 12 апреля. и я вас должен поблагодарить за впечатляющую презентацию, востребованные в наше время книги. И вообще, конечно, было бы интересно побольше вопросов задать. Можно два или три? Пожалуйста, пожалуйста, давайте. Хорошо. Сейчас, наверное, будет не очень приятный вопрос. Возможно, вы слышали про такого, можно сказать, вашего коллегу, Анатолия Витальевича Панова, который очень плодовитый писатель. Да, знаю, конечно. Да, очень много книг написал, он опроверг и лунную программу США, и космические программы других стран, и всё подряд. Вот. И он недавно написал книгу, в которой прошёлся по вам. Да знаю я всё. Могу же ответить. Могу же ответить. Значит, по поводу Панова. Лично мы с ней не знакомы, но переписывались, иногда письмами некоторыми обменивались. Вот то, что касается подбора исторических фактов, вот такой вот Джейм не полетел туда, а ты это было так-то, всё это хорошо. Но когда он начинает касаться той области, в которой вообще ничего не понимает, ну, например, устройство кинопавильона, он говорит, всё снималось, павильон был, морозиль, гигантская морозильная камера, поэтому по аппарату, кинопарату теклись струи, и вот мы видим эти струи на объективе. Я говорю, друзья мои, вы ни разу не были в павильоне, какой морозильной камеры? Все осветительные приборы 60-х годы были такой мощности, что у них 90% энергии выходило в тепло. В типичной температурах в павильоне, почитайте съемки космической одессеи, плюс 40 градусов, плюс 38, какая морозильная камера, что у них ересь какой-то несет, чепуху мелет, короче говоря. Я не знаю, стоит ли ему отвечать, как бы, подробно, у меня, как-то я, мы, между, там, где-то нас человек 15-20, иногда переписки участвуют, я отправил на первые две страницы короткий ответ, ну, я не знаю, может быть, действительно стоит написать подробнее, потому что он такой человек очень эмоционально начинает закидывать, ну, так сказать, без оснований, поэтому то, что он вначале писал, приводил какие-то факты, до где-то было, как бы, интересно читать, то есть мы, чтобы упустили, он собрал все данные, кто там, рисовал номер 7, freedom 7, на этом борту, такой краск, как звали Сесилию, который этот черный принесла краски, кто нарисовал, то есть сборник данных, но когда он начал касаться то, как устроен павильон, который он абсолютно ни разу в жизни не видел, он там просто стал зародить такую ерунду, он просто, ну, чепуху, честно говоря, может быть, и напишу. Хорошо, спасибо. Так, второй вопрос. Возможно, вы так же, как и многие из присутствующих здесь вчера смотрели с некоторым волнением старт Ангары опять с космодрома Восточный, и не могли не заметить некое явление, которое вы упоминаете здесь, когда я сейчас вас процитирую, если позволите. Да. 50 секунд. Двигатели ракеты-носителя работают устойчиво. Двигатель центрального блока переведен в режим дросселирования тяги. 70 секунд. Все системы ракеты-носителя работают устойчиво. 80 секунд. Тангаж рысканья вращения в норме. 90 секунд. Полет проходит по программе. Если в начале, после старта, Когда ракета располагалась носовой частью вверх, а поток горящих газов был внизу, то после прохождения кульминационной точки ракета начинает постепенно наклоняться носом вниз. Ракета начинает с ускорением падать вниз, скорость ракеты увеличивается, но не из-за тяги двигателей, а вследствие притяжения к земле. Цвет пламени с желтого меняется на красный. Это начинает гореть, обшивка корабля. Конец цитаты. Так вот, мы видели то же самое во время взлета «Ангары А-5». Как можно это объяснить? Значит, ну, во-первых, конечно, нужно очень детально все это разбирать. Дело в том, что я же посмотрел, а полно один, не один кадр. Все зависит, понимаете, вот если вот траектория движется вот так вот, и мы выходим вот по диагонали, она летит, корабль так, а потом, поскольку нужна горизонтальная скорость набирать 8 км в секунду, ракета, конечно, наклоняется, наклоняется, постепенно летит. Поэтому, если смотреть ровно сзади, сзади, в попу так называют, конечно, ракета будет казаться, что она сначала движется так, а потом немножко наклоняется вперед. Есть такое явление. Но я просмотрел старт на полно один с различных точек, с большого расстояния, и везде наблюдается вот такая вот парабола, ровно идущая вниз. А вот по поводу изменения цвета пламени, я просто сейчас уже, наверное, не хватит времени, на мой взгляд, там была имитация газовой конфорки. Дело в том, что когда ракета поднимается высоко, давление воздуха меньше, и пламя вместо того, чтобы быть прямым, оно начинает расширяться, возникает так называемый эффект газовой конфорки. Вот американцы сымитировали, у них пламя начинает появляться не из сопла двигателя, а поднимается 20 метров вверх по первой ступени. Это сложный вопрос, который нужно как бы отдельно обсуждать, отдельно говорить, может быть, отдельно напишут про Ангару и про все. Но еще раз хочу сказать, во-первых, я кинооператор, и прежде всего, мои все 90% статей посвящены именно кинотрюкам. Я стараюсь, если обсуждать какие-то двигатели, еще что-то, то только лишь потому, что без этого как бы не понять, не объяснить какие-то явления. А по поводу Ангары, я думаю, что обязательно мы что-то напишем. Сейчас я передам микрофончик. Микрофончик. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у меня тоже два вопроса тогда. Первое, как вы считаете, вот эти видео со Стэнный Кубриком, предсмертный его, которые были выложены 10 лет назад, ну якобы это Стэнный Кубрик, верите ли вы, что это действительно он и ваше отношение к этому? И второй вопрос сразу, что вы думаете, что вы можете сказать по поводу радиационного фона в открытом космосе за полями... Ван-Ван-Ван-Ван-Ван-Ван, да. И можете ли вы как-то пояснить по поводу них что-нибудь? Значит, по поводу радиационных поясов, я думаю, что лучше обращаться к физикам. Я знаю, что это такое, знаю, когда были открыты, какие там дозы радиации, я знаю, что Алексей Леонов говорил, вот мы взлетели, нас подняли на такую высоту, что еще там буквально несколько километров, и мы бы умерли бы от радиации, там если бы поднялись бы на 500 километров, мы бы поднялись выше, чем запланировано. Поэтому я понимаю, что радиация представляет смертельный опасность, но вопрос в том, смерть же не наступает мгновенно. Она, типа там, что-то ничего, болезни, там через какой-то промежуток времени, вот все американские астронавты прожили на редкость большую, долгую, продолжительную жизнь. И даже кто-то еще жив до сих пор. Что касается Стэнли Кубрика, это последнее интервью, я посмотрел, все-таки это не Стэнли Кубрика, это какой-то актер. Но вопрос Стэнли Кубрика заключается в другом. Он действительно работал над лунной аферой. И я в книжке рассказываю, что фильм «Сияние», который снят по Стивену Кингу, на самом деле это откровение. И заложенные в виде отдельных кадров, символов, это рассказ о том, как Стэнли Кубрика заставляли снимать лунную эпопею. Я считаю, что не он все снимал, он разработал технологию. Какую технологию? На экран размером 30 метров проецировался лунный пейзаж, а перед пейзажем стоял актер, изображающий астронавта. Вот если сейчас меня высветить, как солнечный день, на экране не будет никакой черноты, даже сейчас здесь нет черного космоса. Поэтому Стэнли Кубрика бился долго-долго, как сделать хорошую черноту. И вот эта технология, когда мы на обыкновенный белый экран проецируем спереди или сзади, так называемая репроекция, ему не понадобилось. Он стал использовать фронтпроекцию. И самое главное, что он придумал использовать экран из скотч-лайта. Скотч-лай – это материал из стеклянных шариков, который используется на дорожных знаках, на светящихся полосках, которые ярче, чем белый экран, ну, вы знаете, примерно в сто раз. Но только лишь в одном случае, когда свет идет ровно от глаза наблюдателя. Если автомобилист едет и фары светят вперед, то дорожный знак за сто, за сто пятьдесят метров виден. А белый лист бумаги абсолютно не будет виден, потому что эти стеклянные шарики отражают как зеркало луч к экрану. И вот благодаря тому, что Стэнли Кубрик применил такую технологию, ему удалось 30-метровый экран сделать, поставить актеров, но была трудность, что камеру нельзя было сдвигать фактически с места. И съемочный хассейн-плат лунный видел примерно около тонны. Поэтому все кадры снимались примерно в разных экспедициях. Я привожу Аполлон там 14, 15 и 16. Все с расстояния 19 метров. То есть от астронавта или от лунного модуля до камеры съемочных было примерно 19 метров. Вот так выставили экран. Так и продолжали разные экспедиции. Меняли только передний план и горы на заднем плане. Поэтому Стэнли Кубрик, начиная с 65-го года, уже сотрудничал с НАСА. И съемки уже в 66-м году начались. Если вы посмотрите на лунные фотографии, ни у одного астронавта не видно лица. Потому что съемки Аполлон-11 проходили в 67-м году. Основная. Кубрика очень ругали, почему он не отработал технологию к 67-му году. Он на целый год опоздал. Эта технология появилась только позже. А в 67-м году уже Аполлон-11 был отснят. Вы знаете, что любая премьера любого фильма, вот там с Тома Крузом выходит фильм. Съемки идут сейчас, а потом пока смонтируют, озвучат, сделают, чтобы не было киноляпов. Через полтора года только выйдет фильм. Так и здесь. Премьера с фейерверком составом Аполлона-11 была назначена на 16 июля 69-го года. А основные съемки проходили в 67-м году. Вот так я могу ответить. Спасибо. Девушки, давайте передать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вот стали говорить об этом, что не было никакого, никаких американцев на Луне только сейчас, а в 69-м году не заподозрили всех этих моментов? Ну, вы знаете, этот вопрос, конечно, мы обсуждаем постоянно на форумах, почему только сейчас. Но вы знаете, ведь интернет, Ютуб, знаете, в каком году появился только? Знаете, 20 лет всего существует. Мы раньше видели только вырезку в газете или в каком-то журнале какую-то очень плохую репродукцию или какой-то кадрик мелькнул где-то по телевидению. Никто ничего не видел. А когда сейчас заново отсканировали вот эти проезды на электромобиле ровера, да все с ужасом обнаружили. Это обыкновенная кукла. Сидит у него, левая рука вот так вот, три минуты, ни разу не шелохнулась, висит на консоли. Вот так вот, и все. Поэтому просто было плохое качество, и мы не могли даже подумать, и сейчас многие говорят, не может быть, чтобы так нагло нас обманывали обыкновенными вот этими приемами. А потом, вы знаете, это вопрос сложный. Ведь вы же знаете, что вот я же читаю многие воспоминания наших там работников космодрома. Понимаете, вот я читаю, там я перевожу Пономареву, по-моему, привожу примеры. Он много там, скажем, на нашем космодроме работал, а потом начинает рассказывать, как будто бы он был в момент старта на мысе Канаверу. И говорит, вот я вижу, как напряглись люди, у всех пот, сейчас Арзек разобьется, но тут на высоте 100 метров Арзек берет управление космического корабля на себя, и все с облегчением вздыхают. Ну, какие же это мемуары? Это просто копирование из Экипедии, вот, поэтому многие, наверное, того, что трудно было жить, согласились на то, чтобы к ним в мемуары поставили какие-то совершенно глупые, инородные, и чужие вставки. Я думаю, что люди просто согласились, ну, как там, ну, за деньги, наверное, и за что-то еще, или за то, чтобы бизнес был там, это уже вопрос второй. Но я вижу, что это совершенно чуждые, инородные вставки, вот, или, как говорят, ну, вы же понимаете, что у нас дружба, вот, сейчас, понимаете, поэтому мы не имеем права что-то сказать. Или, как сказал Олег Макаров, космонавт, он, вот, примерно, вот так звучит фраза, мы люди военные, нам приказано считать, что американцы были на Луне, хотя никаких доказательств у нас для этого нету. Может быть, так вот. Это вопрос, который сейчас еще, как бы, еще не до конца разрешено открывать, я бы так сказал. Еще у нас много, вы же знаете, что американцы подготовили для нас 80 тысяч иностранных агентов, и, как сказала, значит, руководитель Russia Today, сейчас, как бы, Маргарита Симонян, она говорит, вот вы ткните пальцем в любого регионального, областного руководителя телевидения, вы увидите, что все они прошли в Америку школы лидеров. Все закончили либо Ельцкий университет, всех возили в Америку, всех показали, какая Америка, давали там им стипендии чуть ли не по 30 тысяч долларов в месяц, и, когда они восхитились в Америке, приехали, их подготовили к тому, что давайте нашу Россию, как бы сказать, вот, нехорошими словами обзывать. Поэтому ситуация очень тяжелая, иностранных агентов никто не отменял, они все у нас во власти очень много их, поэтому, как бы, я даже удивляюсь, что мне разрешили здесь, вот, как бы, сделать презентацию такой книжки. Я восхищена скрупулезностью вашей работы, и у меня в продолжении вот какой интересный вопрос. Как жаль, что я родилась после 16 июля 69-го года, но мне до сих пор интересно, какие бенефиты получила Америка, кроме того, что это от Никсона меня приветствует и гордится тем, что они это сделали. Что они с этого поимели? Что они получили? Да, спасибо. Это, как бы, спорт. Но дело в том, что та держава, которая первой покорила космос, конечно, считается ведущей державой мира. И если вот рухнет вот этот вот гигантский колосс, то все поймут, что, друзья, все в этой истории американской, шито белыми нитками, что все совсем не так, и все успехи просто выдуманные. А самое главное получили, что весь мир стал, как бы сказать, пользоваться американскими долларами, потому что это, как бы, надежная, передовая сторона, поэтому мы будем выполнять все распоряжения американцев. Они залывали, как бы, гегемонами стали. Да, там девушки, давай сейчас, девушки сейчас отметим. Давай, давай сейчас. Я, насколько я знаю, после того, как американцы вернулись с Луны, они всем раздали лунные камни. И анализ, ну, почти всем, и анализ показал о том, что у них действительно земное происходение. Как это можно объяснить? Есть, конечно, статьи, когда, ну, во-первых, все эти камни, которые вы видите на фотографиях, они, как правило, серого цвета. Ну, а экспедиция китайского лунохода показала, что грунт вблизи, он как шоколад, темно-коричневый. И сейчас в интернете последние пять лет идет активное перекрашивание серого грунта Луны в коричневый. Иногда начинается это просто пятнами красить. Смотрите, вот здесь так, а вот с этой стороны, с угла мы коричневатым покрасим. А так много есть фотографий, я привожу, когда Конрад там достает эти камни, они совершенно серые, как пепел. Про некоторые камни было доказано, что они земного происхождения. И тогда стали придумывать, это, по-моему, про Аполлон-14, что якобы этот камень упал с Луны, подлетел к Земле, оттолкнулся от Земли и опять вернулся назад на Луну. И вот экспедиция Аполлон-14 этот камень подобрала, привезла и оказалось, что он вот подводил что-то там земной атмосферы. То есть придумывают вот всякие такие вот вещи. Ну, как он может упасть на Землю и тут же улететь со второй космической скоростью? Но с Земли нужно набрать 11 километров в секунду, чтобы преодолеть притяжение и улететь к Луне. Вот. Поэтому многие эти вещи... Но самое главное в другом, что две трети камней никто не видел в глазах. И есть предположение, что американцев никаких 382 килограммов или 384 килограммов нету. Что у них примерно 30 граммов лунного песочка, реголита. А вот эти камни, это либо найденные в Антарктиде на поверхности снега лунные метеориты, либо еще что-то. И никаких нет реальных у них лунных камней. Например, на ВДНХ, в музее, они как делают, американцы? Они берут крупиночки с его лунного грунта и заливают, ну, типа эпоксидной смолой. И вот подарок. Вы же не будете разламывать и изучать этот грунт. Поэтому они всем дарят в таком виде, что его нельзя, этот шарик, разобрать. А у нас вот рядом грунт, там, вот зайдете в музей, на ВДНХ, в музее космонавтики, лежат под стеблышком несколько крупиночек, пожалуйста, смотрите. Или вот на музее внеземного вещества, где там, около Московского университета, в том районе, лежит горочка просто. И дело в том, что американцы две трети грунта, ну, может даже три четверти, говорят, понимаете, еще человечество не доросло до того, что у них нет испытаний, и поэтому мы его храним и никому не даем для будущих поколений. Поэтому мы вам можем показать только фотокарточку. Вот, смотрите, вот камень, это фотокарточка. А когда говорят, ну, смотрите, ну, ведь же наши российские специалисты в своей литературе упоминают. А когда начинаешь выседать, они говорят, да, мы упоминаем, что грунт американцев такой же свойства, как наш, там, из океана Бурн, например. Мы говорим, откуда вы эти данные? Вы держали в руках лунный грунт? Кто-то из, в нашей стране, из академиков, кто занимается этой проблематикой, держал только грунт? Говорит, нет, а почему у вас в работе? А мы просто взяли ссылку на американскую работу и упомянули эту ссылку в своей статье. Обычно вот такой подход. То есть у нас пытался Алексей Пушкур, знаете, он ведет передачи по скрипту, через своих журналистов выяснить, кто же из академиков, значит, который занимался лунным грунтом, кто держал в руках лунный грунт. Не нашлись такие люди. Пока мы таких людей не видели, кто реально в нашей стране видел американский грунт. Есть фотография, когда они нам передают, мы им передали, по-моему, 32 грамма лунного песочка, леголита, они нам передали 29 граммов, по-моему. Был такой взаимоотмен. Но кто его в реальности видел? Никто не знает. Ни одного камня мы не видели, не знаем. Вот. И все сейчас исследователи сходятся к мысли, что реально никакого лунного грунта американцев нет. Может быть, только около 30 граммов песочка какого-то. А уж камней точно нету. Есть еще один вопрос. Если технологии американских ракет, я, к сожалению, сатурн назвали. Сатурн. Сатурн, благодарю. Сатурн не могли дать до срочной тяги, дабы долететь до Луны, набрать нужную скорость, то как они тогда смогли приземлиться на Луну и улететь с нее? Ну, так дело в том, что я считаю... Это возможно было бы с этим технологией? Нет, это невозможно. И мы даже вот на последних полетах, у меня есть статьи на канале «Кинооператор рассказывает». Вы увидите, что за последние пять лет израильский Берешит разбился, индийский Чендораят первый разбился о Луну. Дальше Саудовская Аравия с помощью американских космических кораблей пыталась запустить на Луну свои луноходы. Они сделали маленький луноходик, весом 10 килограммов всего, крошечный. И арабы думали, вот наконец-то будет наш луноход там, понимаете, да? Что получилось? То есть разбился, японский разбился. То есть даже просто посадить не то, что, как у них-то, несколько тонн, четыре с половиной тонны, даже 100 килограммов на Луну посадить очень проблематично. Поэтому на Луну ничто больше, чем одной тонны, ну, наши, действительно, луноходы были по массе больше. А у американцев, те, что садились, стервейеры, они же весили 300, масса была, 320 килограммов. Или вот то, что там садилось, это было очень маленькой по массе. А вот то, что сейчас Илон Маск предлагает старшив, там, 30-метрового посадить на Луну, ну, это вообще, это даже не фантастик, это просто так, какие-то выдумки для домохозяев. Такая гигантская ракета никогда в жизни не сядет. Вон, попытались это в виде телефонной будки посадить, слишком вертикальную. Понимаете, когда посмотрите, как наши луноходы садились, платформа, она широкая. Потому что, когда он грохот, он качается, и платформа, она широкая. А у них, как телефонная будка, высокая. Поэтому их вот последние, вот когда это было, буквально 4-3 или 4 месяца назад, их, как мискара, грохнулся на бок, и все. То есть у них как-то все плохо продуманное. Даже удивляюсь, куда смотрят инженеры. Ну, это мое личное мнение. Сейчас, давайте, давайте, давайте. Наверное, уже последний вопрос. Да, спасибо. Значит, насчет иноагентов и стажировавшихся где-то там, и вы упомянули Пушкова. Как минимум, один из его ассистентов стажировался в CNN. Может, поэтому он ничего и не нашел. Вот. И про залитые эпоксидкой, ну там, акрил. Акрил. Подарили от Аполлона 11-го и 17-го. И китайцы вскрыли свою капсулу, смогли провести то ли 14, то ли 17 исследований по ней. И обнаружили, что да, это лунный грунт на самом деле. Так что, как бы. Я же говорю, что, я считаю, что около 30 граммов действительно есть. Может быть, чуть-чуть побольше. Но нет, 380 килограмм. Они раздали эти подарки до того, как получили от СССР образцы. Понимаете, это вопрос, который можно обсуждать. Это нужно дискуссировать. Вопрос, вот сейчас именно о кинодискуссии сейчас будет вопрос. И насчет цвета. Как раз вы упомянули, я хотел задать другой вопрос, но свет, значит, цвет. Ваш коллега, знаменитый тоже кинооператор Юрий Елхов, наверняка знает. Да, Елхов, конечно, знает. А, Елхов, конечно, знает. А, Елхов, конечно, знает. Да, да, да. Ударили. Вот он как-то раз занялся разоблачениями полетов на Луну и так увлекся, сейчас разоблачил МКС еще, существование Луны, похоже, тоже будет уже разоблачено. Вот. Но, тем не менее, он как-то раз, по его словам, взял у Александра Ивановича Попова, о котором вы тоже наверняка знаете. Конечно, конечно. Цветные лунные снимки американцев, почему не у нас, и непонятно, ну ладно, у Попова, провел коррекцию баланса белого на этих снимках, используя цветовой талон, который иногда видно в кадре. Да, есть там, да. Вот. И у него получилось, после этой коррекции, получилось, что лунный грунт коричневый на цветных снимках. Вот я видел. У него есть эта статья, и как так получилось, что огромная масса народа проигнорировала этот факт, во-первых, и, во-вторых, сам Елхов проигнорил, потому что он сказал, что, а, ну там коричневый, значит, это коричневый песок и все равно не летали. Как так получается, что итоговый вывод рассуждений не зависит от входных аргументов, что серый грунт, что коричневый все равно не летали. Как так странно это получается? Дело в том, что, понимаете, вот я беру какие-то фотографии с официального сайта НАСА, и пока книжка издавалась, пока меня там, значит, корректировали, редактировали, печатали, прошел год фактически. И когда я сейчас заглянул на сайт НАСА, там фотографии, маски, которые видны, что это фотографии склеены из двух, 18 в одной косе, 18 снимков склеены из двух. И когда высветляем, видно, что это контура там. Их уже затерли. Так что вопрос в том, что вы видели, а какого года были взяты эти снимки? Это вопрос по полу. Вот, понимаете? Потому что сейчас американцы, я привожу пример, когда на официальном сайте серая луна, и на этой фоне летит космический вот этот Аполлон. Привожу другую статью, эту же луну, американцы говорят, мы отсканировали, там университет отсканировал заново все лунные снимки, выложил на сайте ту-зему к луне. И вот теперь туда обращайтесь, это самое высшее разрешение. И вот на этом уже на новом сайте, в отличие от официального, вся луна уже коричневая. То есть не дремлют американцы, подкрашивают, добавляют, избавляют. Вы же сами знаете, как работает баланс белый. Знаю, да. Изменяя оттенок, можно и серое сделать коричневым, и коричневое серое. Да. Ну вот они настолько коричневого цвета добавили, что у них даже черный космос стал тоже коричневым. Понимаете? Вот эти тонкие вопросы, вот если бы у нас была дискуссия, там, на 4-5 часов, мы бы вам дали выступить, поговорить, обсудить детали, с удовольствием бы, даже если бы не один я, а кто-то обсуждал, мы всегда говорим, давайте мы соберем круглый стол, давайте соберем дискуссию. Мы всегда говорили, давайте пригласим тех, кто, их называют, моклики, которые как могли, американцы, политик, ну, ну, соберемся вместе, не прячась под никами, там, под какими-то скрытыми именами, а давайте соберемся и начнем дискуссию. Понимаете? Вот тогда может что-то получится. Вот Алексей Королев, родина Слунов, у него есть такой канал, пытался несколько раз организовать встречу такую, и я говорю, я с удовольствием приду. Но вот другая противоположная сторона, оппоненты отказывались. Они, вот, давай даже, когда придете на мой канал, они там и матом поливают, и чего-то только не делай, когда нет аргументов, начинают там и кривляться, и кричать, все-то там такое, я уже блокирую, блокирую, когда уже дело доходит там, до откровенного мата. А так, конечно же, я считаю, что нам нужно поднимать эту тему. Не говорить, что вот, да, вот я уверен, что только так или только не так. Вот когда мы начали выяснять, обсуждать мои статьи, я вот, как бы сказать, счастлив, что я не просто задорчески написал какие-то статьи, а что мои статьи обсуждались много раз, я принимал все внимание дополнений, изменений, где-то, может быть, я не точно выразился, где-то что-то не сказал, что все эти тексты, которые там в книжке, они многократно обсуждались, и вот мы какие-то спорные вопросы выносили, или вдруг, наоборот, отрывалось то, что я не заметил, и вдруг оказался целый пласт очень интересный для обсуждения. Да, спасибо. Как вам кажется, вот вы уже упомянули, что ребята работают, люди работают и дремлят, там, почищают за собой следы, в свете все более сжимающейся, как бы, удавки на свободном интернете, то есть его все меньше и меньше становится уже всех, крупные платформы, корпорации, они, как бы, все к одному истекают, и они как можно, ну, с каждым годом под ней сжимают, вот, как кольцо информационного контроля. Как вам кажется, какая вообще должна быть стратегия, то есть вот таких людей, как вы, мы, как вот нам, вот, в связи с этим поступать, как, что нам нужно делать, вот эти собрания или что-то большее? Конечно, нужно делать нечто большее. Вот, например, американцы считают, что единственным источником информации должна стать Википедия и Гугл, вот, и они, как бы, подчищают во всех странах все другие информационные источники, чтобы был единый, вот, информацией, и вы придерживались только такого, но это касается не только космоса, но и вот этих жутких проблем гендера, трансгендеров и так далее, у всех этих жутких вещей, там, с ювенальной юстицией и так далее. Да. А, конечно же, у нас пропаганда, и это было известно, видно на примере, там, ну, всех последних ста лет поставлено очень слабо. Были периоды, когда у нас пропаганды, я не имею под этим что-то плохое, а это когда мы должны пропагандировать, что-то развивать наше. Мне нравилось, что в годы Советского Союза было бюро пропаганды советского киноискусства, и наши актеры продавались в каждом газетном киоске, все актеры на обратной стороне открытки были в перечне. А вот у нас совсем недавно заходишь в детский мир, и вот игрушек наших, раньше в Советском Союзе были игрушки, наши вот эти вот астронавтики, наши там эти вот луноходики, а вот в 2000 году заходишь, только американские игрушки, американский астронавт, американский ровер, то есть нас вот после распада Союза очень сильно задавили. Я считаю, что наша пропаганда, наших даже достижений, очень сильно хромает. Я удивляюсь, ну почему нельзя вот какие-то вещи, которые вот мы все там обнаружили, почему нельзя растиражировать 10 раз? Вот потому что когда Илон Маск запустил какой-то там в космос автомобиль, это прям 2000 каких-то каналов сразу с восторгом встали. Вах-вах-вах! Ай, ракета взорвалась, но зато на 10 метров залетела! На 10 метров! Смотрите, это рекорд! А у нас наоборот, у нас наоборот только смеются, и все вот по поводу ангары, а вы смотрите, наконец, с третьей попытки только взлетело, вах-вах-вах! Все пытаются преподнести в каком-то дурном доме. У нас как бы, у нас слишком долго учили вот как бы презирать наше отечественное, хотя я еще раз повторю, что во многих даже космических достижениях мы ушли лет на 50. Вот, например, с возвратом со второй космосской скорости мы опередили. Вот. И в съемках обратной стороны лунной, и с другими какими-то парадами, со скафандрами, у американцев до сих пор нет лунного скафандра. Нету до сих пор. Они тратят безумные деньги. У нас не хватает, я не знаю, от кого это зависит. Может быть, нужно на Думу выходить, на депутатов, создавать какие-то, вот понимаете, как бы не чтобы отдельный энтузиаст, их много, но нас на фоне всех других сайтов очень мало. Например, у меня три года, я уже больше трех лет, ну, три года, два месяца веду свой канал, у меня статьи написаны два года назад, показывались вот про Марс, какое небо должно быть быть небо на Марсе, черным или голубым, как показывают американцы. Эти статьи были показаны в ленте миллион шестьсот тысяч раз. Потом сначала СВО в двадцать раз сократили показы, а с января этого еще в пять раз сократили. Поэтому у меня сейчас канал, не знаю, кто его блокирует, как его делают, мои статьи практически не фигурируют в ленте. А раньше, вот два года назад, миллион пятьсот, там, восемьсот тысяч. А потом как-то резко раз, все. Я, честно говоря, заключал договор на Ядовсен с Нидерландами, знаете, да? Он принес к Нидерландам, я, правда, в Нидерланды писал туда письмо, вот, чтобы РАД корреслыл канал. Вот такая ситуация. К сожалению, вот мы отстаем в рекламе наших достижений. Например, вот, Ямал-СПГ, стройка Ямал-СПГ, она по объему больше, чем БАМ по своим масштабам. Ну, у нас в Советском Союзе, я уже человек, мне 60 лет, я помню, слышишь, время буди, БАМ, песни были, столько передач. А про Ямал-СПГ, ну, понятно, это сжиженный газ, никто ничего не знает. Спросишь, что ты знаешь по эту стройку? Ничего. У нас гигантские стройки невероятны по своим масштабам. Упомянули и тоже забыли. А вот какая-нибудь, такая плохая, нехорошая новость, как по жаркам, там, всем не вишней. Каждый раз, несколько лет подряд, прям каждый месяц, вновь и вновь не дают забыть какие-то вещи нехорошие. А когда не хватает уже плохих новостей, ну, это называется фоновая пропаганда, когда 8 новостей из 10, обязательно должны быть плохими, только две нейтральными. Поэтому, когда не хватает плохих новостей, пишут там, вот мужик не успел на автобус, подбежал, автобус закрыл дверь, и он тогда ударил по стеклу кулаком. Вот такую новость давайте напишем. К сожалению, наши ведущие, видно, что Майл.ру, ну, конечно, это антироссийское средство массовой информации. Основные новости, вот, я смотрю последний год, знаете, какие на Майл.ру основные новости? Это Галкин и Бугачева. Вот Галкин пошел туда-то, вот Бугачев приехал туда-то, вот она средняя сеть, вот она туда-то. Каждый день Галкин и Бугачева, друзья, ну, ну, нельзя же так. Вы знаете, поэтому у нас просто нет действительно настоящих таких вот отечественных ресурсов. Но есть зато очень много, которые маскируются под патриотов и пытаются перехнуть палку, чтобы мы, как бы, ушли в другую крайность. Вот что нужно для этого делать, я не знаю. На кого выходить, я тоже не знаю. А все уже у нас... Да. У нас, к сожалению, вышло время, сейчас здесь должно быть другое мероприятие. Да. Если вы старте... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ